и снова всем привет друзья с вами снова джексон и это вновь some days and memories давайте будем с вами дальше восстанавливать различные сентиментальные моменты жизни этой семьи в доме в провалившемся доме которые мы сейчас находимся и сейчас нам нужно освободить дверь от были кота который там застрял а попутно можно зайти в пару комнаток и что-нибудь там найти и как я понимаю мы сейчас не были только в одной комнате это в кабинете и давайте мы через него пройдем сейчас так стоп он не здесь он вот здесь да он вот здесь стоп нет он не здесь а он вот отсюда сюда да да вот здесь мы еще не были здесь у нас можно компьютер изучить тут должно быть много всего интересного компуктер соединения нет но интернета нет это понятно письмо геодезическое бюро хьюстоне счастливого рождества это все письма загрязнители океана эрнест я понимаю твое беспокойство по поводу информагентства а мне удалось скрыть вчерашний инцидент но мы можем дать им достойный ответ и провести компанию которая поможет отвлечь внимание от нелестных статей в прессе из ежегодных выбросов океан лишь 10 процентов на совести excel в то время как она же поставляет 34 процента нефтегаза на рынок сша а вот китайские танкеры загрязняют океан в два раза больше завтра утром и обнародуем отчет и мы сделали все возможное чтобы по нему прошли выпуск парню по нему прошли выпуски на джи бен и короче это каналы но все же ты должен как можно быстрее написать заявление по собственному желанию типа убегают с корабля так сказать но я и я пока не понял о чем это так фрэнклин да это эрнест какие новости слышал ты почта нет не тратить свое время какая-то переписка записи телефонных разговоров видимо да да это видимо записи каких-то телефонных разговоров его дед видимо тоже не какой-то непростой чувак был служба прошла хорошо бабушка выглядела прекрасно на это видимо после смерти бабушки я понимаю я всем скажу как это важно я не знаю мам это место постоянно напоминает мне о них и о детстве мам мне не хочется его продавать я присмотрю за домом не говори не нужно перестань извиняться мне всегда тут нравилось ты ты же работала нет но да я пойду на свидание на этой неделе да мама из интернета ой да брось удивляться она не в курсе я не пишу о таких вещах в своем профиле уже был у венеролога хорошо моя тоже тебя люблю жаль что ты не смогла приехать на похороны ну это вообще конечно зашквар бабища ну на похороны своих родителей то можно было приехать увидимся в феврале на чувак мать да у тебя было довольно довольно стрёмным человеком хотя может у нее на это были свои причины мы этого не знаем и так пыли код у меня есть пульт управления вперед пыли код будьте осторожней профессор эта стена держится на честном слове точно последнее чего я хочу это занять место пыли кота под этой грудой камней активирую были котик ёптыть ничего не рухнуло кажется он самоубился что шум не знаю как пыли код но со мной все в порядке бедный пыли код он сдан с достоинством отправился туда куда мы не сможем последовать 10 футов через комнату нет в рай для роботов уверены я смогу оживить его когда доберусь до ареса арара пожалуйста отметь пыли котика для спасательной команды скоро увидимся малыш так кажется я могу пробраться еще в одну комнату проверим что она скрывает другие комнаты мы все обошли это подвал у нас там мы тоже были и у нас остались не проверены воспоминания только на получается втором этаже но лестница завалена туда мы пройти не можем и мы сможем туда пройти только открыв ворота а кстати ворота интересно мы можем же открыть сейчас электричество же есть ладно это мы проверим давайте ходим сюда а это видимо было его комната так дискета переписка то 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 это их переписка да какая-то заметка разработчик версия в эхо и угольки я построил дом похожий на замок с привидениями игрок исследует комнату за комнатой а рядом парит мой призрак рассказывая историю каждой комнаты в итоге игрок побеждает освободив призрака из дома пока его проектировал там просто куча комнат я никогда не понимал насколько смешным выглядит этот дом наверное мира права и этот дом слишком большой для одного привидения я прикинулся что главный герой мира интересно что он на этот счет скажет завтра там и поиграть в тестовую версию да он похоже занимался разработкой игр значит этот дом был пустынным еще до коллапса хотя сейчас он выглядит таким живым просто это все скрыто внутри а снаружи всего-навсего несколько десятков астероидов а ха ха очень смешно командир это мой лучший материал командир можно задать вопрос разумеется aurora обычно это я тебя обо всем спрашиваю вы считаете юмор романтичным но но если ты заметила что я частенько отпускаю плоские шуточки это не так уж романтично да что вы говорите но какие в поэзии в юморе есть полутона и намеки шутки с подтекстом они могут быть с виду не видными но обычно это означает что говорящий шутку флиртует и помни плохой юмор может убить даже самую крепкую дружбу это очень тонкое искусство я становилась объектом многих ужасных шуток не моих я надеюсь нет нет ни в коем случае ваш юмор я бы могла назвать бодрящим по сравнению с научными каламбурами ореса могли бы назвать освежающим я воспринимаю это как комплимент ну как арора помогло да теперь я поняла что такое юмор спасибо чувак пытался рисовать я смотрю о там еще ванна есть так тут сейф дорогой рик ты меня убедил попробуй написать письмо ручкой посмотрим что и за посмотрим из-за чего такой кипиш я добавила каплю лавандовых духов я их использую только для особых случаев так что если пойдем на какое-нибудь необычное место этот запах вернет тебя в тот день когда ты открыл это письмо очень романтично правда а это первое письмо которое она написала им это переписки наверное рик сохранил все эти письма неудивительно большинство из них от мир и думаю они имели для него особое значение отношения река и мир и заставляют меня задуматься о том какую жертву принеслось принести оресу коллеги по научной работе всецело преданные делу своей жизни чтобы обеспечить выживание человечества романтика для нас нечто излишнее любовь может привнести в жизнь столько радостей это ведь неотъемлемая часть каждого человека разве эта радость не привела к катастрофе в но полагаю это наша жертва меньше правил больше риска наша жизнь борьба но слушайте неужели в россии нет никого с кем бы вам не хотелось замутить вы же должны попробовать пусть ваши чувства возьмут вверх над разумом ученого да вроде нет вроде нет я всегда была довольно одиноко ой простите не стоит у меня есть друзья только двое-трое если уж откровенно но друзей тоже можно любить когда я вижу любовь которую испытывали мир и рик я начинаю надеяться не хочу чтобы у человечества снова была эта свобода не просто чуть меньше правил свобода от вечного страха перед этими водорослями и борьбы за выживание свобода любить без последствий эта мысль приносит мне радость и и я даже не знаю что сказать надежда хорошая штука я рад что мы вместе отправились на это задание профессор я тоже ки ну и все и можно будет потом типа любовь морковь все дела что-то еще лежит опять стихи читать мы их не будем мы просто просканируем как загадочно и заметила как поэзия повлияла на вашу колонию ее можно трактовать совершенно по-разному признаюсь иногда я сам не знаю где заканчивается сказка где реальность это частично объясняет почему я так стремился помочь найти пропавший город ну и потом порой я чувствую себя неофициальным послом но совет ареса всегда очень хорошо вас отзывается вы понимаете что прошло уже три года с тех пор как арес пришел на помощь но и хотя не всем удалось пережить голод командир вам не обязательно об этом говорить что уж я я принимал участие в озеленении площади джексона как раз перед этим заданием и поодаль от людей я заметил нечто будто взятое из пм и маленькие травинки пробивающиеся сквозь землю они росли сами по себе я не мог поверить глазам этот участок не входил в планы по озеленению корни травы каким-то образом выжили под зараженным слоем земли свидеть чего это свидетельствует что на самом деле смерти нет а если она существует то знаменуя собой новую жизнь а не ожидая в темном углу чтобы оборвать и и прекратить в тот же миг когда она зародилась знаете думаю вы изменили мое мнение поэзии а это видимо было стихами наверно правда каким образом его показали мне что в ней есть своя правда просто для того чтобы ее разглядеть требуется время ну да она права поэзию далеко не 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 все понимают ой как как много всего здесь в этой комнате здесь уже есть диск думает что-то проигрывает тогда почему нет изображения наверное дисплей сломан aurora ты можешь сказать что происходит я не могу воспроизвести фильм но могу вывести субтитры субтитры как слова которые говорят на экране покажи устройство перехватывающий поток знаний мы называем это похищениями снов возможность проникать в сны другого человека добро пожаловать в реальность видишь во сне только те кто видят сны думают что все происходит по-настоящему впечатление не совсем такое когда смотришь отметь этот диск для спасателей посмотрим позже какая-то видим научная передача о снах или что-то подобное это не книги но у них есть название наверное это фильмы как познавательно непрощенный в лесу стояла елочка да похоже на название фильмов я вырос на фильмах той эпохи не знала что в но есть программы высшего образования химия нежности скорее ученичество каждый вторник вечно ноющая лиза занимала для меня место она любила делает звук погромче чтобы звучало в том ее нытью плохое соседство орора отметь пожалуйста для спасателей все нужно отметить для спасателей все нужно спасать отсюда так новые логи новые логи все это мы сканируем читать это долго так что еще мы забыли ой там как много всего лежит еще вот здесь еще за шкафчиком что-то валяется какой-то рисунок видимо или журнал может быть так конфиденциальные стихи рика не читать без разрешения ну у нас разрешения нет поэтому мы читать не будем мы просто просканируем так воспоминание сложилось и у нас еще есть вот это еще один пульт управления кажется я знаю что это это пульт для ворот гаража здорово доберусь до гаража вот и отлично мы нашли способ вернуться обратно на верхний этаж смотрим воспоминания это его комната системное предупреждение логическая ошибка археографа неизвестная аномалия в симуляции профессор жду ваших указаний это риккен барон на разных этапах своей жизни наверное арора не может определить порядок происходивших событий если это была его комната наверняка он проводил здесь много времени арора постарайся разбить разные этапы его жизни на категории с возрастом люди меняются он важная часть пропавшего города я хочу увидеть его таким каким он был в реальность принцесса была мэй лб любимой я ее люблю тебе нравится что она вышла замуж за принца да думаю она была счастлива это был хороший конец ты тоже однажды хочешь жениться как принц на принцессе конечно так что думаешь а я думаю я должна идти ну ладно увидимся завтра школе вообще-то я занята девка его отшила сриккин истребитель спрутов садник на драконе ха ха это так мило играет с бабушкой я не могу сэр какие у вас трудности вы еще там да помогите ингалятор вы сказали что вам нужна помощь если можете пожалуйста говорите громче у него приступ начался дома никого не было успокойтесь мы сейчас кого-нибудь пришлем пожалуйста да я устал читать нет проклятие это не то почему все смешивается тупая херня выбросил и это будешь только ты сам нет ты будешь со мной мама прощай рик хорошо тогда просто иди да все смешалось да да Да, куча воспоминаний в одной комнате. Прям огромное количество. Так, как это закончится? Я еще не уверен. Я еще пишу большую сцену с танцами. Оу, это у нас рисунок из романтической юношеской поры? Шутишь что ли? Я был слишком неловким для таких штук. Мне лишь однажды удалось завести серьезные отношения в старшей школе. Расскажи. Один раз она зашла в гости. Я отвел ее в свою комнату, мы немного поигрались. Не может быть. Я имею ввиду в лучшего бойца. Хе-хе-хе. Тебе еще много нужно узнать о женщинах. Ну, я действительно это имею ввиду. Тебе прекрасен. Оу, пошло дело. Арора, ты можешь снова включить проекцию? Мы не видим, что происходит. Профессор, я... Объекты не передаются. Воспоминания завершены. Почему они не передались? Снова проблемы с археографом? Да. Нет, данные из шкафа. Их нет. Что она говорит, профессор? Я не совсем... Ой. Да, это... Нормально, Арора. Пожалуйста, помести воспоминания в архив. Но... Продолжим. Итак, идем дальше. Ну, у них тут был секс. Поэтому, я думаю, нам... Незачем на это смотреть. И картинки не передавались именно поэтому. Так, что-то здесь есть? Здесь есть какой-то журнал. Ага. Да, это опять этот научный журнал. На этой картинке что, красная пыль? Не может быть. Она распространилась после коллапса. Она должна была появиться прежде. А. Она же делала воздух непригодным к дыханию. Представьте, как ветер выдывает водоросли из моря, и целые города оказываются погребенными под ними. Я не хочу это представлять. Давайте спросим Арору. Мои записи начинаются спустя 20 лет после коллапса. Какие-нибудь из них упоминают коллапс? Да. Они обрывочные и неоднозначные. Ты можешь воскресить воспоминания людей, умерших 300 лет назад, но не можешь выяснить, от чего вымерло человечество? Простите, данных недостаточно. Но мы раздобудем эти данные. Так, в этой комнате у нас все, да? Да, в этой комнатке у нас все. И мы идем в гараж. Мы идем в гараж. Вон пыликотик. Да, мы идем в гараж. Это последнее место, куда нам надо попасть. Потому как нам нужно собрать воспоминания на верхнем этаже. Зэй. Да? Ты что-то сказала? Да. Какое ваше идеальное свидание? О, походу, Арора загрузила себе эту систему из 36 вопросов и сейчас начнет мутировать в идеальный разум. Конечно, честно говоря, я никогда не думала об этом. Возможно, вы хотели бы поесть запрещенную патоку или делиться большими кусками хлеба. Ароро, у разных людей разные вкусы. Не на каждом идеальном свидании должны присутствовать углеводы. Я бы с большим удовольствием провела какое-нибудь совместное исследование. Может быть, какая-нибудь научная прогулка или пикник с этим уклоном. Например, какая-то экспедиция СТИ. Я... Вообще-то я... Простите, я что-то пропустил? Вы открыли дверь в гараж? О, еще нет. Я уже этим занимаюсь. Арора, давай поговорим об этом в другой раз. Хорошо? Да, разумеется. Вот она к чему клонит. Ну, а почему бы нет, собственно говоря? Так, мы в гараже. В подвал нам не надо. Мы можем... Да. Мы можем открыть двери. Контроллер, которая взяла с собой спаль... Датчик. Да, датчик. Должен открыть эту дверь. Есть надежда, что весь дом не обрушится на мою голову. Я думал, он обрушился. Удалось. Рад, что это сработало. Тут все выглядит довольно паршиво. Это шторм? Ага. И даже немножко хуже, чем мы предполагали. Прошу прощения, профессор, но... Я не знаю, как доставить вас в безопасное место. Вообще-то я даже не знаю, как доставить в безопасное место себя. Все в порядке, командир. Доберитесь до убежища. Мне придется самой отсюда выбираться. Все. Валим на верхний этаж. Эта пещера... Меньше, чем я надеялась. Арора, ты видишь выход отсюда? Я обнаружила дорогу, профессор, однако... Она ведет обратно в дом. На верхний этаж. Раз нам удалось подключить энергию, возможно, наверху мы найдем что-нибудь полезное. Эйд, стопудово. Так, это мы исследовали. Здесь больше ничего не лежит. Заходим. А здесь мы вниз не можем спуститься? Не можем. Здесь все завалено. Вот мы и здесь. Так, подсветились дверки. Давайте сходим вот здесь в крайнюю комнату сначала. Тут нам ничего изучить нельзя. Никаких девайсов здесь нет. А здесь... Вуу! Так, интерфейс. Снова переписочки. 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 Переписочки мы не читаем. Неприлично читать чужие переписки. Эхо и угольки. Законченный прототип Рика все еще работает. В этом дорогом мне мире ты как блуждающий огонек. Эхом разносится чтение проповеди на панихиде. Искра в королевстве угольков. Зачастую мир добывается через войну. Будешь ли ты искать облегчение для слабых или наживать богатство, чтобы править ими? Даже трусы порой способны на подвиги. А герои не всегда благородны. Наконец-то зар... Заработала. Как я... Короче, у нее связь херовая. Так, лучше. Простите, тут небольшие помехи. Тут... Короче, жопа там. Времени на игры нет. Рик, прости. Но надо его забрать. Обязательно. Так. Привет, мира. Я тайно сфотографировал тебя во время путешествия. Не могу держаться. Переписки, переписки. Это письма. Электронные письма. Его. Ей. Так. Ну. И как тебе? Это было великолепно. Спасибо. За что? За то, что показал это. Ты прав насчет игр. Они сами по себе могут быть искусством. Значит, теперь ты стала поклонницей видеоигр? Ну, и не совсем. Но твоя мне нравится. Какая часть понравилась больше всего? Исследовать дворец. Дом. Вроде бы все знакомо. И в то же время совсем по-другому, если смотреть твоими глазами. Значит, думаешь, я должен ее закончить? Однозначно, что тебя останавливает. В настоящее время мой мозг. Кодировка дается непросто. Не знаю, как тебе это удается. Какие-то проблемы? Параграммное обеспечение, которое я использовал для этого прототипа, тяжело воспринимает любые коды. А самые сложные части необходимо написать в мочаскриптор какой-то. Фуууу. Что? Что с ним не так? Ничего. Знаешь что? Я буду не прочь протестировать игру снова, когда разберешься с кодом. Раз уж об этом зашла речь, по счастью, я знаю одного великого программиста, который может мне в этом помочь. Правда? Да, а еще оно очень красиво. В общем, само совершенство. Рик, я же сказал, что не стану котировать твою игру. Знаю, знаю. Мы договаривались. Прости, я больше не буду спрашивать. Поверь, в битвах ты закаляешь дух. Каждый раз. Даже если это мочаскриптор. Удачи, Рик, я в тебя верю. Убежала. Что ж, это делает одного из нас... Сильнее. Он, наверное, хотел сказать. Так. Мы это где? А, мы это здесь. И нам нужно вот сюда. Я маленько не совсем понимаю пока, для чего мы это все собираем. Я, конечно, понимаю, наверное, эти данные важны для них, как данные о прошлом. Но какого-то прям сакрального смысла я в этом пока не вижу. Но, может быть, я увижу его позже. Так, ноутбук. Это хорошо. Та-та-та-та-та. Завал на работе. Это... Эмейл-переписочка. 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 Код, который мы искали. Блин. А я просмотрел. Нужная дверь на этом этаже за студией. Это может быть наш выход. Мы уже идем, командир. Если повезет, мы... Командир? Профессор, связь с ровером потеряна. Попытайся восстановить. Одну минуту. Связь восстановлена. Я еще здесь, профессор. Простите, что... Помните про красный шторм, который должен был подойти? Думаю, он здесь. Что вы будете делать? Ну, как я уже сказал, без вас я не уеду. Пошлю сигнал бедствия в РС на случай, если дела пойдут совсем плохо. Ну, судя по обстановке, они... Спасательная команда прибудет не сразу, но они... Есть... Все. Связь говно. Держитесь, командир. Я пытаюсь. Код. Код. Надо посмотреть код. Или нам его не надо. А, код 4242. Все. Отлично. Флешка. Прочная связь. Это система этой прочной связи. Переписка какая-то. Этот алгоритм, над которым работала Мира. Думаю, ей удалось достичь того, что не удавалось еще никому до нее. Только посмотрите, на что она могла вдох... На что могла вдохновить любовь, родившаяся из прочной связи. Без нее Рик и Мира бы не встретились. Представь, Аррора, если бы я могла отыскать ее код и добавить к своей... К твоей системе. Это могли бы быть изменения в твоем процессе анализа человеческого восприятия. А что его... А чтобы его найти, нужно узнать, что произошло с Мирой. Ну, так давай узнаем. Я закончила. Версия 2.0 почти завершена. Не могу поверить, но все закончено. Поздравляю. Значит, все-таки стоило сюда прийти. Да. И можешь похвалить себя за то, что не сильно меня отвлекал. Я могу посмотреть на завершенный продукт. Ну, в общем-то, там нечего смотреть. Если хочешь, я могу включить ее и... И посмотреть, кто тебе лучше подходит больше... Кто тебе подходит больше всего. Я, честно говоря, лучше бы не знал. Я доволен первыми результатами. Не чувствуешь искушения? Я бы могла сказать тебе, кто твой идеал. Нет, это как-то страшновато. До сих пор я об этом не думал, но... Вдруг это не ты? Вообще-то, я уже провела проверку. Что? Так, а теперь я просто обязан посмотреть. Это ты? Правда? Признаю, я немного смахлевала. Эти 36 вопросов и все данные, которые я скармливал алгоритму... Большинство информации я брала из нашего положительного взаимодействия. Так что, по сути... Судя по звуку, биздец пришел. Ты это почувствовала? Землетрясение? Ничего себе! Да, это был сильный толчок. Надо укрыться в безопасной комнате. Она надежно укреплена. Рег, дерево, оно... Оно падает! Хера! А вот и откуда дерево взялось. Ой! Беги! А вот это уже интересно. Так, а что это за... Что это за укрепленная комната? Это, наверное, где-то в том конце дома. Надо туда сходить. А, так укрепленная комната, она вот там, за этой... За кодовым замком. Сто пудово. Код из ноутбука. Мире должен помочь открыть эту дверь. Надеюсь. Командир, связь все еще прерывается. Этот ровер знает лучше времена. Надеюсь, я... Связь по всему. Я больше переживаю за вас. В РСе знают, где вас искать. Скоро увидимся. До скорой. Да. Скорее всего, комната там. И я приколюсь, если они там. Но давайте мы изучим вот здесь. Несколько вот этих вот элементов. В итоге Рику и Мире удалось полностью положиться... Положиться друг к другу... Положиться друг на друга, верно? Это называется любовь. Когда два человека могут на друга рассчитывать, безоговорочно верят в друг друга. Понятно. Я никогда такого не испытывала. Спорим, испытаете? Может и так. Вы можете безоговорочно рассчитывать на меня, профессор. Это правда, Рора, это очень надежно. Но у медали должна быть и обратная сторона. Так, командир? Командир? Все в порядке? Да-да, я в порядке. Да и да, вы правы. Есть и обратная сторона. А может ли человек любить существо с искусственным разумом, как я? Рора... Да, я считаю, это возможно. Хи-и-и. Ха-ха. Так, что здесь осталось? А, здесь интерфейсик. Здесь снова переписки, переписки, переписки. Сканируем и читаем это воспоминание. Сколько у нас еще вопросов? Мы на 24-м. Это предложение, которое мы должны закончить. Я хотел бы иметь человека, с которым бы я мог поделиться... О, это сложно. Хорошо, что... Теперь ты первый. Наверное, я хотел бы иметь человека, с которым бы мог поделиться... ...своим творчеством. Эй, мы же только на прошлой неделе были в музее. Или ты хочешь, чтобы я играл в видеоигры? Я этого не говорил. Мне нравится говорить с тобой о моей работе. Поняла тебя. Хотя я ведь смотрю на искусство иначе, чем ты. Мне непонятен весь этот антураж. Я ничего не знаю о техниках исполнения. Мне сложно сравнить одно произведение с другим. Это все можно выучить. Если хочешь, я могу показать тебе отсылки и детали, которые вижу я. Конечно. И мне нравится, как ты говоришь о своей игре. Хорошо бы увидеть больше. Ой, конечно. Только она еще не совсем готова. Итак, моя очередь. Я хотел бы иметь человека, с которым бы я могла поделиться... ...молчанием. Хм. И молчат. Хорошо, у тебя здорово получается. Я вырос в большом доме с бабушкой и дедушкой, которые любили свою работу. Я привык к тишине. С тобой приятно просто помолчать. Чувствуешь себя комфортно. Хорошо. Если хочешь, чтобы я заткнулся, просто скажи... Заткнись, Рик. Хм. Ну да. Многие говорят, что это важно найти человека, с которым тебе не просто комфортно о чем-то разговаривать и вообще есть о чем поговорить... Ой, не то нажал. А именно, с которым тебе комфортно молчать. Ну да, я, в принципе, с этим согласен. Так, это опять какая-то читалка или планшет. Какой-то сайт знакомств. Переписочка, переписочка, переписочка. А, это, видимо, первые фрагменты их переписок. Начало их переписок. Они же в интернете познакомились. Насколько я помню. Так, данные здесь. И читаем последние воспоминания в этом доме. Вопрос номер 8 готов? Чувак продумывает диалоги. Так, ты репетировал наш разговор, прежде чем позвонить. Эм, погоди. А ты уверена, что это один из 36 вопросов? Это все история того, как она тестировала свою эту систему. И вот он, и вот она, наша дверь. Дверь открыта. Кот сработал. Вы обыскали этот дом с подвала до... Должен быть выход. Эта дверь довольно тяжелая. Когда вы зайдете в комнату, дверь за вами захлопнется. Вы уверены, что готовы идти дальше? Ну, у нас другого выхода нет. Как бы, это все. Я готова. Пора ввалить. Командир. Все, связь пропала. Ти, прошу, ответьте. Профессор, связь с ровером потеряна. Спаропад усилился до четвертой категории. Четвертой? Ну, это достаточно опасно, да. Какие у него шансы на... Забудь об этом, араура не стоит подсчитывать. Вперед. О! О! Это... Сканирую. Невозможно добавить к существующей классификации. Составляю новосистемные данные и выстраиваю ошибку проверки. Что там у тебя, араура? Обновление археографа завершено. Выполняю самообновление. Обновление? Что за обновление? Приступаю к перезагрузке. Подожди, араура, ты что делаешь? Это мира. Вы профессор Зэй? Чё? Рикки Барон. Совершенно верно. Хотя можете звать меня просто Рик. У меня такое чувство, что мы уже знаем друг друга. И у меня тоже. Араура, ты ещё там? Я здесь, профессор. Это невероятно. Ты больше не ограничена воспроизведенными воспоминаниями. Вы этого и хотели. Взаимодействовать с прошлым, так? Да, верно. Хм. Должен признать, я чувствую себя как один из собственных игровых персонажей. Раз уж такое дело, может вы хотите что-нибудь спросить? Что теперь? Это конец? Конец? Нет, путешествие здесь не заканчивается. Вы узнали, как выбраться из дома. И нашли меня. Теперь вы должны найти миру. Она ушла по пещерам после того, как я... Ну... Когда вы умерли? А, как вы умерли? Так, как я всю жизнь предполагал, на протяжении всей жизни организм посылал мне тревожные звоночки. Когда дом провалился под землю, воздух стал другим. Кислорода катастрофически не хватало. Дышать мне становилось всё труднее и труднее, пока не пришёл конец. И... В тот момент, я вообще не представлял, что происходит. Коллапс застал нас с миром врасплох. Этот дом просто рухнул. Это было очень страшно. Теперь я знаю о коллапсе, о красной пыли, колонии Ахаресы, но... Так странно знать будущее, когда ты уже мёртв. А как насчёт дома? Это единственный выход? Похоже, что да. Честно говоря, я не знаю, что там впереди. Возможно, вы не сможете вернуться так же, как сюда попали. Но что-то мне подсказывает, что у вас уже есть всё необходимое. Если я смогу выбраться, ваша жизнь изменит взгляд человечества на прошлое. Я всё... всем о нём расскажу. Здорово, только... Одна просьба. Да. Вы не отпустите... Не пустите некоторые... Интимные моменты. Я думаю, смогу. Удачи, профессор. Моя история завершилась в этой комнате. Столько вещей мне так и не довелось испытать. Я и... так и не закончил эхо и угольки. Не успел жениться на моей любимой. Не стал известным художником. Кажется, мои жизненные неудачи всегда перевешивали моменты успеха. И всё же, благодаря вам и мире, я буду жить дальше. Ну, типа того. Я очень многим ей обязан. Благодаря мне и мире. Я никогда не чувствовал себя настолько близко к ней, как сейчас. И всё же, я скучаю по ней. Вы правы, профессор. Человеческие эмоции – сложная штука. Вы узнали, как выбраться из дома. Продолжайте свой путь. Офигеть. Вот подобного я вообще не ожидал. То есть у нас теперь наш искусственный интеллект может вообще полностью сливаться с прошлым и... полностью контактировать с нами. Офигенно. За этой точкой лежит пещера страха. В её глубинах затаились жуткие существа. А в конце вас ждёт испытание и легендарный храм Хьюстона. Ха-ха. Я пошутил. На самом деле, я не знаю, что там внутри. Хотя это был бы неплохой расширенник в моей игре. Хе. Очень смешно, блин. Так. Здесь, собственно, ничего нет. Кроме вот этих записей. Это книга. Это книга, опять же, про этого программиста. Она, видимо, была здесь, и он её читал. Аррора, я волнуюсь. За командираки, профессор? Да. Никаких сигналов не поступало? Ничего. Остаётся только двигаться дальше. Отсюда я ему не помогу. Надо добраться до поверхности. Я ещё... Я ещё... Я ещё не опоздала. Ну да, будем надеяться, что он жив. Пещерка. А вот и воспоминания о ней. Множество мир. Но здесь нету зла в памяти. Это проекции появляются снова и снова. Кажется, по своему соответствию. Методы Арроры, по всей видимости, эволюционируют. Блин, слушайте, интересно. Давайте сделаем маленький перерыв. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Вы всё знаете, что делать. И увидимся в следующей серии... Some Distant Memory. Пока-пока.